Когда я спросил, а что посмотреть в Ялте? Они говорят, иди на набережную. То есть вид, скала, вот это здание на скале, дворец вот этот. Конечно, это просто бомба. Замок, построенный в неоготическом стиле, на скале, нависающей над морем. Около двух тысяч лет назад основали греки. Знаменитый на весь мир отель Мрия. Немного достопримечательностей сосредоточено вне городов, вне населенных пунктов. Друзья, а я продолжаю свое путешествие по Крыму. И сейчас я нахожусь на набережной Ялты. И что мне сказали, когда я спросил, а что посмотреть в Ялте? Они говорят, иди на набережную. Я это и сделал. И, собственно говоря, это самое правильное решение. Потому что, мне кажется, что все здесь, как и вообще в других курортных городах. А Ялта курортный город. Значит, здесь все сосредоточено в районе набережной. Первое впечатление относительно других городов, где я побывал, городов, населенных пунктов. У меня создается впечатление, что Ялта такой достаточно большой город и загруженный такой. Хотя он не такой большой по меркам. По любым меркам, в принципе. Но именно для Крыма у меня первое впечатление, что он реально такой busy-busy. Ну, отсюда пешком можно дойти до любых, в принципе, достопримечательностей города. Но, вообще, как вы уже поняли, наверное, из моих предыдущих выпусках о Крыме, вы когда приезжаете куда-то, вам все равно придется ехать из этой точки. Потому что очень много достопримечательностей сосредоточено вне городов, вне населенных пунктов. Ялта крупный курортный город на Черноморском побережье, где находится больше всего достопримечательностей и насчитывается множество интересных фактов. Так, например, есть мнение, что самый крупный международный проект ООН зародился именно здесь. В архивах города можно найти документы Устава Организации Объединенных Наций от 25 апреля 1945 года. Сама же Ялта получила статус города в 1838 году, когда здесь проживало всего 130 человек. Между Ялтой и Симферополем проходит необычный троллейбусный путь в 86 километров, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. В местном зоопарке жила одна ослицая кинозвезда. Она снималась в фильме «Кавказская пленница» и «Девятая рота». В конце 19 века город ласково называли Антоновка, из-за большого количества поклонниц Антона Павловича Чехова, набежавших в город в период, когда писатель проходил лечение в Ялте. А на основной набережной под Платаном проходили тайные встречи Сергея Есенина и балерины Айсидора Дункан. Здесь очень какая-то странная ситуация с парковками. То есть вот идет улица. И здесь не как вот, допустим, в Москве с зонами платная парковка. Везде платная парковка в Москве. А здесь может быть одна улица, и на ней кусок платная парковка, а дальше кусок бесплатная. Значит, на платной парковке, сразу же, когда ты тормозишься, к тебе подходит человек. Здесь с какой-то писюлькой, ну, в смысле, с надписью. И, мол, типа, оплачивай. Я вот остановился, и он мне говорит, типа, платная парковка. Я говорю, а сколько стоит? Он говорит, 100 рублей час. То я говорю, а если на сутки оставить? Он, типа, говорит, ну, 500 рублей. Я говорю, нет, дружище, на сутки дорого 500 рублей. А он мне говорит, типа, ну, давай, говорит, без чека 300. Я говорю, ну, понятно. То есть, понимаете, как-то это не фиксированная оплата. Это, как бы, человек может решить. Здесь у нас по дороге знаменитый на весь мир отель Мрия. И я хочу вам просто остановиться, показать, как он выглядит. А мы решили прокатиться в небольшой населенный пункт, который называется Форос. Название такое греческое. И не просто так оно греческое, потому что считается, что этот город около 2000 лет назад основали греки. Ну, и, соответственно, жили здесь. Особенность этого города еще в том, что он является самым южным на территории Крыма. Ну, как бы, город, это, конечно, громко сказано, наверное, потому что здесь живет около 2000 человек. А в летний сезон большая часть людей, которые находятся в этом городке, это приезжие туристы, которые приезжают сюда просто для уединенного спокойного отдыха. Еще один такой момент интересный. Екатерина II отдала эти земли своему фавориту Потемкину. И он здесь руководил процессом, скажем так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь, когда идешь по вот этой вот дорожке, лестнице к замку, можно встретить, как на Блошином рынке, всяких ребят, которые на полу прям разложились с картоночками. И на них продают всякие значки, сувениры, поделки. Ребята, вот так я шел-шел по лестнице, и все, закрытые ворота, и все люди так же идут. Посередине дороги, посередине этой лестницы, спуска, висит табличка. Ждем вас на верхней площадке. Ты такой поднимаешься в надежде к верхней площадке, а тут до свидули. Все закрыто, и ведутся работы. Вы знаете, несмотря на то, что сверху кажется идти очень далеко, и сначала, когда по лестнице вступаешь, никаких ни обозначений, ничего нет, и думаешь, блин, сейчас как я буду идти, неизвестно сколько, но на самом деле нет. Это обманчивое первое впечатление, потому что сам дворец, который сейчас реставрируется, и пройти туда нельзя, он очень небольшой, и потому издалека кажется, что идти фиг знает сколько. А на самом деле получается по лестнице спускаться минуты три, и потом спускаешься, тут небольшой мостик, сувенирчики, естественно, дальше опять подниматься еще минуты три. То есть не так страшно, и сюда идут с детьми, да, придется немножко поднапрячься, но это не критично. Что касается лестницы, что касается здесь вот этих всех заборов, тут вроде как бы кафе какие-то старые, оно все в полуразрушенном состоянии. Видно, что пока до него рука не дошла, рука мастера, но само Ласточкино гнездо реставрируется. Ласточкино гнездо Здание на скале было построено для русского генерала примерно в 1895 году. Первым строением был деревянный коттедж, романтически названный замок любви. Затем, через какое-то время, имущество дачи перешло к Тобину, врачу царского двора. В 1911 году барон фон Штейнгель, балтийский немецкий дворянин, который сделал состояние, добывая нефть в Баку, купил деревянный коттедж и в течение года заменил его нынешним зданием. В 1914 году барон продал здание, чтобы сделать из него ресторан. В течение короткого промежутка времени после русской революции замок использовался только как туристическая достопримечательность. В 1927 году замок пережил сильное землетрясение интенсивностью от 6 до 7 баллов. Здание не было повреждено, за исключением некоторых декоративных деталей. Однако в утесе открылась обширная трещина, и на следующие 40 лет замок был закрыт для публики. Если честно, знаете, я вот что-что от ласточкиного гнезда ожидал больше. Ну, как бы, естественно, круто, вопросов нет. То есть, вид, скала, вот это здание на скале, дворец вот этот, конечно, это просто бомба. У меня всегда, всегда вот как-то Крым прежде всего ассоциировался вот именно с вот этим, с ласточкиным гнездом еще со времен моих родителей, когда они здесь были. Было это еще до меня, наверное. Я прям очень хотел, был воодушевлен вот этим приездом. Вот, ну, на самом деле, как бы приехал. Ну, и что тут? На самом деле, мне кажется, что тут мало что изменилось со времен, вот как здесь были мои родители. Причем, мало что изменилось, и здесь я имею в виду в худшую сторону. Понимаете? То есть, не то, что они все это сохранили в том виде, а что, наоборот, ничего, мне кажется, тут не делалось. Ну, вот сейчас идут реставрационные работы там. Это единственный большой плюс. А я вам скажу так, что за то время, пока я здесь в Крыму покатаюсь, я увидел места, о которых я не знал, и которые на меня произвели гораздо большее впечатление, чем ласточкино гнездо. Но еще раз, ласточкино гнездо, это тоже круто. Но есть те объекты здесь, которые мне понравились больше. И я считаю, они достойны большего внимания. Если вы смотрите вот этот выпуск, то посмотрите еще мои предыдущие выпуски, их уже несколько штук. И они как раз вот о Феодосии, о Новом Свете, о Генуэзской крепости, тропе Голицына и о достопримечательностях в районе Алушты. Посмотрите все остальные выпуски для того, чтобы сравнить и понять, что вам может больше понравиться и куда, возможно, если вы ограничены по времени, лучше поехать. Короче, когда спускаешься по лестнице, там висит вывеска, что закрыто. Но ее стерли, практически ничего не видно, как я уже вам показал, там есть где наклейки, а есть еще одна надпись, ее стерли. И почему это делано? Потому что, естественно, вот все вот эти торгаши-сувенирщики, они там раскладывают свои товары прямо возле гнезда. Ну им-то надо бизнес делать, понимаете? И они все это дело стерли, чтобы люди шли туда и там покупали. Ну естественно, люди покупают, но как без этого? Давайте я вам наглядно покажу, где можно бросить машину, если вы сюда приехали. Вот здесь парковочка. Ну здесь на навигаторе у вас будет ласточкино гнездо, если вы едете на автомобиле. И здесь вот, смотрите, кафуха, кафе Елена. Вот написано Елена. И сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, и вот родится небольшой обзор моего гостиничного номера. Я остаюсь в гостинице Бристоль. Она не новая, она уже историческая, но мне номера нравятся. Ковер везде на полу. Здесь можно, ну мы помещаемся вчетвером. Большая такая кровать и раскладывающаяся маленькая. Я с малым вот сегодня здесь спал. Ну как сказать, спал раз 20 за ночь просыпался. И смотрите, что хорошо, почему я вот выбрал эту гостиницу. Потому что здесь также есть бассейн, здесь есть баньки. Это не там по-салон какой-то супер. Это как бы обычная, обычная финская, римская. Сухая, короче, паровая, чаи там, бассейн и спортзал есть. Можно, можно потренироваться. Это для меня очень важно. И другой момент очень важный, что здесь сразу же ты в центре находишься. Вот прям в самом центре ты вышел 200 метров до набережной. Здесь со всех сторон магазины, рестораны, кафе, все, что хочешь. Такой маленький балкончик. Сразу же у меня вот тут море. И мне, кстати, достался этот номер по достаточно хорошей цене. Потому что сейчас не сезон. Потому что сейчас много где скидки, акции. Я про цены ничего не буду говорить. Смотрите сами, потому что все зависит от сезона и времени года. И количества гостей. А, и кстати, здесь включены завтраки. И завтраки отличные. Есть куча всего, как для взрослых, так и для маленьких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова